Уникальная семья переехала на постоянное место жительства в Иваново. С осени в текстильной столице проживает шесть иммигрантов из Сирии. Муж, жена и их четверо детей. Они уехали от войны под мирное Ивановское небо. Трое ребят уже два месяца изучают русский язык в интердоме. Начинать им пришло с нуля. Сложно представить, но еще совсем недавно дети ни слова не могли сказать по-русски. А их учитель совсем не знал арабский. Просто интуитивно я решила, что надо начинать сразу учить их говорить. Писать и читать. И это оказался единственный правильный путь. Потому что если бы мы начали учить просто нашу грамматику и только буквы, им бы было очень скучно. И у нас урок превращался как в мини-спектакль. На уроке мы и приходилось изображать что-то, и руками допустим, и быть артисткой, показывать им что-то. Сейчас двое братьев и их сестра уже могут немного рассказать о себе. Они выучили местоимения, некоторые глаголы, знают как правильно назвать день недели, число и месяц. И самое главное, уже совсем скоро они смогут общаться со сверстниками. Больше полугода они лишены этой возможности. Учитель арабского языка Набила приехала на помощь юным сирийцам. Она преподает им родной язык и помогает общаться с окружающими. Набила – гражданка трех стран. Ее вклад в воспитание интердомовцев сложно недооценить. В Иванове она работала с 1983 по 1993 год. На ее плечи легло обучение 120 интердомовцев – ребят из Ирака, Сирии, Палестины. Общается Набила с бывшими учениками по сей день. Все они выросли достойными и порядочными людьми. В этот приезд преподаватель хочет оформить архив, посвященный бывшим воспитанникам, и помочь новым ребятам из Сирии. Очень, очень способны. Я думаю, они вообще, не будут у них такие трудности, как раньше, как дети. Очень умные дети. И самое главное, что любили они школу. И по сравнению, что наша школа и школа в Дамаске и на Ближнем Востоке, это вообще нельзя сравнивать. Потом приехали из зоны войны. Это вообще как для них. Выучить русский язык для ребят сейчас очень важно. И дело не только в общении. Осенью им предстоит пойти в школу и учиться наравне с другими. А это главная задача семьи Хадат на ближайшее будущее. А сколько предстоит еще – привыкнуть к новой стране и полюбить ее, как вторую родину? Все-таки Сирия – моя родина. Она более красивая, чем Россия, и ближе моему сердцу. Соответственно, и высшее образование ребятам предстоит получить в России. Планы у этих отважных детей наполеоновские. Амар хочет быть летчиком. Его старший брат – космонавтом. А сестра – стоматологом. Но прежде чем они повзрослеют, наш телеканал обязательно еще раз расскажет об этой необычной семье. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.